МФЦ В МФЦ в нашем толком ничего не объясняет, куда дальше идти, что делать. Вот есть технический паспорт сделали на квартиру. Эта квартира пока не приводится? Нет, она в муниципалитете. Родственник Александра Румянцева решил воспользоваться своим правом и приватизировать муниципальную квартиру. Обратился в Звенигородский МФЦ, но получил отказ, хотя все документы были собраны. За консультацией пришел к представителям общественной палаты округа. Нашел все ответы, которые надо было, полезно очень. Вы считаете, такие мероприятия нужны? Нужны, конечно, нужны. Не у всех в городе есть возможность платить юристам, консультам, чтобы это все сделать. Наталья Никифоровна и вовсе стала жертвой технической ошибки. Приобрела земельный участок, забирала документы и обнаружила, кто-то по невнимательности сменил ей отчество. Здесь действительно необходимо обращаться в суд, помочь вам составить обращение в суд, чтобы оно было правильно составлено. Мы со своей стороны готовы оказать абсолютно бесплатную такую помощь. Это уже второй день бесплатной юридической помощи, который проводит общественная палата округа. Первый прошел 25 октября в Одинцово. Тогда за консультацией обратились более 40 человек. И земли пользования, и приватизация, и так далее. Абсолютно по всем. Даже автомобильным спорным вопросам и дорожным. Одними консультациями общественники не ограничиваются, готовы оказывать содействие и за их рамками. Одни бесплатной юридической помощи планируют проводить регулярно. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.